Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать вторую книгу Ездры. Сегодня восьмая глава. Вторая книга Ездры – это книга неэкономическая, то есть ее нет в иудейском каноне, но эта книга признается церковью, читается. Из нее можно извлечь много полезной исторической информации и духовной пользы, но нужно понимать, что в этой книге могут быть расхождения с каноническими книгами. Это расхождение можно объяснить тем, что по учению православной церкви не канонические книги, написанные людьми, которые не имели той богодухновенности, которая была у авторов канонических книг. Ну, хорошо. Значит, чтобы было понятно, о чем сейчас будет идти речь, нужно вспомнить исторический контекст. Евреи находились в Вавилонском плену, но в 539 году царь Кир завоевывает Вавилонию, захватывает Вавилон и издает указ, что евреи могут вернуться обратно и построить храм. Евреи возвращаются, они строят жертвенник, но потом строительство прекращается, и уже при другом царе, при царе Дарии, строительство возобновляется, храм строится, храм появляется, и евреи начинают жить вот этой храмовой жизнью. Проходит еще несколько десятков лет, и это уже середина V века, напоминаю, евреи вернулись в конце VI века, а здесь уже середина V века, то есть прошло уже несколько десятилетий. Царствует уже царь Артаксеркс. И вот из Вавилонии в Иерусалим приходит человек по имени Ездра. Ездра – это потомок Аарона. Ну, раз он потомок Аарона, то он священник, но это не главное. Основное служение Ездры – это его ученость и знание закона Моисеева, о чем и говорится в 3 стихе 8 главы. «Сей Ездра пришел из Вавилона, как ученый, сведущий законе Моисея данного Господа, Бога Израиля, и оказал ему царь честь, ибо он снискал у него благоволение ко всем прошениям своим». И вот этот царь разрешает Ездре вернуться, или точнее прийти в Иерусалим, чтобы преобразовать жизнь еврейского народа в Палестине. «И пришли с ним в Иерусалим некоторые из снов Израилев и священников-левитов, священнопевцев и привратников, служителей при храме. На седьмой год царственного Артаксеркса, в пятый месяц того же седьмого года царственного неба, они выйдят из Вавилона в Новолонию первого месяца, пришли в Иерусалим по данному от Господа по поспешению в пути в Новолонии Пятого». В чем была задача Ездры? Об этом сказано в следующем стихе. «Чтобы ничего не отпускать из закона Господней заповеди, чтобы научить всего Израиля постановлениям и судам». То есть Ездра в Иолонии знал закон Моисея, тот закон, который был Господом через Моисея на Синае, и вот свою цель он ставит, чтобы прийти и чтобы весь Израиль исполнял эти повеления. Кроме того, что он несет закон, у него есть еще и письменное повеление от царя Артаксеркса. Давайте прочитаем это повеление. «Царь Артаксерк Ездри, священнику и чтецу законам Господня радоваться, рассудить человека любивого, я повелел, чтобы добровольно желающие из народа иудейского и священника Ливитах, находящий в нашем царстве, шли вместе с тобой в Иерусалим». Евреи уже возвращались из Иерусалима, но здесь отправляется еще очередная партия, партия переселенцев. «Итак, кто хочет, кто только желает, пусть соберутся и идут, как рассудилось, мне и моим семи ближайшим советникам. Пусть увидят, что делается в Иудее и Иерусалиме согласно законам Господням». Значит, здесь нужно понимать, не надо думать, что царь Артаксеркс прямо обратился к истинному Богу, и только там его положение не позволяло ему стать настоящим иудеем. Нет. Артаксеркс, как, впрочем, и предыдущие, последующие цари были язычниками. Они верили, что существует множество богов. Ну вот и есть у евреев свой Бог, да, такой необычный Бог, который не делает изображения, который только один, у которого нет жены, нет слуг. Но, ну, народов много, богов много, среди этих богов есть странные боги. Ну, вот один из. И поэтому дается вот этот указ о том, чтобы люди, иудеи, поклонялись этому богу. Ну, как бы, а какая логика? Богов много, и надо, чтобы почитали всех богов, чтобы царство процветало. А то, если не почитать какого-то бога, то он разозлится и будет, ну, извините за выражение, пакостить. Ну, и вот поэтому там и дается такое повеление и о строительстве храма, и о религиозной реформе. Итак, царь повелевает отправить этих переселенцев. Они должны отнести в Иерусалим дары Господу Израиля, которые обещал я, и мои приближенные всякое золото и серебро, которое надеется в стране Вавилонской для Господа в Иерусалим. Мести и даяниями от народа на храм Господа Бога, их находящего в Иерусалиме. То есть, царь, да, выделяет деньги, выделяет жертвы на этот храм, потому что нужно почтить одного из богов его государства. Золото и же серебро на валов, ов на фланцах и прочие к всему относящиеся. Ну, то есть, для жертв. Чтобы возносить жертвы Господа, на жертвенника Господа Бога, их в Иерусалиме. И все, чтобы не захотел ты с братьями сделать на это золото и серебро, делай по воле Бога твоего. То есть, ему такой дается карт-бланш тратить эти деньги. И священные сосуды Господни, намные для тебя, для употребления во храме Бога твоего в Иерусалиме, поставь перед Господом твоим. Не очень понятно, потому что сосуды были еще вернулись при царе Кире, который передал их. Эти сосуды оказались в Вавилоне, когда Иерусалим захватил Нового Доносор. Но вот эти сосуды возвращались. Возможно, это еще какие-то сосуды. Возможно, эти деньги пойдут на изготовление новых сосудов. Не надо думать, что это обязательно были золотые или серебряные. Это могли быть и медные, но они тоже использовались за богослужение. И прочее, что потребуется на нужды храма Бога твоего, давая из царского казнохранилища. И вот я, царь Артаксеркс, повелел казнохранителям Сирии и Финикии, чтобы они все, чего потребуют гейзра священника и чтят законы Всевышнего Бога, исправно давали ему, дабы даже до 100 талантов серебра. Также пшеница до 100 коров и вина до 100 мер. Коров – это мера объема, достаточно большая. Вино до 100 мер – это тоже очень большой объем. Ну и до 100 талантов серебра – это, конечно, суммы достаточно внушительные. И все другое по закону Божию тщательно приносится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на царство, царя и снов его. Вот о чем я и говорю, о том, что вот если не почтить этого Бога, то он разгневается на царство. Еще говорю вам, чтобы на всех священниках-левитах и священопевцах и привратниках служителей храма и на писах всего храма не было никакой дани или другого налога, чтобы никто не имел власть налагать что-либо на них. Вот здесь интересно. Служители храма избавляются от налогового времени. Ну, это такая традиция, которая была действительно во многих странах, когда жрецы освобождались от налогов, и у них было там свое управление. «А ты, ездра, по мудрости Божьей поставь начальников и судей, чтобы они судили по всей Сирии финики и всех, делающих закон Бога Твого, а не знающих паучай. И все те, которые будут приступать к закону Бога Твого или царский, пусть будут непременно наказываны смертью или или телесным наказанием, денежной пенью или изгнанием». То есть, ездре дается право не только учить народ, но ему и дается власть, власть выносить приговоры. Причем достаточно строгие, если речь идет о смерти. «Тогда сказал ученый Ездра, благословение иный Господь, Бог отцов моих, положивший на сердце царя, прославить дом его в Иерусалиме и почтивший меня перед царем и советниками, и всем приближенными и вельможами его». Вот. Что дальше интересно? Ездра продолжает говорить от первого лица и перечисляет тех людей, которые идут вместе с ним. Если взять этот отрывок и сравнить с канонической книгой Ездры, будут расхождения, но скорее эти расхождения заключаются в разной форме имен. Нельзя сказать, что это разные люди или разные списки. Хотя иногда называется одна цифра, здесь другая, но я повторяю, почему такая разница. Одна книга каноническая, другая не каноническая. Евреи собираются при некой реке, называется Ферран, в канонической книге название другое этой реки. И вот они там собираются, группируются и отправляются в путь. Перечисляются, как они там и кто идет в Израиль. Вот. Они приходят, и когда они приходят к этой реке, они объявляют пост. Пост в данном случае это воздержание от пищи и питья на определенное время, чаще всего на светлое время суток. О чем они постятся? Вот здесь, кстати, тоже интересно, что происходит вот это соединение молитвы и поста. Если смотреть книги предыдущие, то есть те, которые написаны до Вавилонского плена, или описывают то, что было до Вавилонского плена, вот такой связки поста и молитвы практически нет. Они просят, чтобы был благополучный путь для тех, кто отправляется в Палестину. Потому что Ездра не стал просить у царя пеших и конных проводников и охранников для дороги. Все-таки дорога была длинная, могли напасть какие-нибудь разбойники, еще какие-то проблемы могли быть, но они полагались только на Господа, просили у него и отправились. Далее перечисляются, сколько они взяли золота, сколько они взяли меди, сколько они взяли сосудов. Цифры достаточно большие, то есть суммы, которые там собираются, действительно большие. Речь, конечно, идет о серебре и золоте. И если золото, они собирают до 100 талантов. Это достаточно большая сумма, потому что давайте вспомним, что царь Соломон во время своего пика своего величия собирал 666 талантов золота, а здесь 100 талантов собирают просто переселенцы. Итак, евреи отправляются в плен с этими дарами. Такой богатый караван. Они приходят в Иерусалим, передают все в храм Господень. Все это взвешивается, подсчитывается, указывается, кто принимает, кто получает эти дары, передаются царские повеления, и народ это все принимает. На этом заканчивается рассказ о том, как евреи пришли из Вавилонии в Иерусалим. А вот дальше начинается как раз описание тех реформ, которые проводил Ездра по повелению царя Артаксеркса, ну и плюс по своему духовному горению. И какая была проблема? Проблема у евреев. Эта проблема была связана с браками, с незаконными браками. И когда все успокоилось, к Ездре приступили начальники, то есть те, кто жил в Иерусалиме, и сказали, не отделился народ израильский и начальники священники левиты от иноплеменных народов земли и от нечистот их, от народов хананейских, и хитейских, и ферезейских, и вусейских, и маавитских, и египетских, и думейских, ибо вступали в супружные дочерями их как сами, так и сновья их, и смешали семя святое с иноплеменным народом земли и предводителей их, и вельможи сделались участники в этом беззаконии с самого начала. Давайте здесь разберемся про иноплеменников. Если обратиться к закону Моисеева, то закон Моисеев говорит достаточно четко, что иудей не может вступить в брак с иноплеменником, то есть иноверцем, язычником. Других вер тогда не было, кроме язычества. Он не может ни жениться, ни выйти замуж. Значит, евреи должны отделяться. Вот, когда здесь говорится о смешении святого семени с иноплеменниками не идет речь о том, что эти люди вступали в межнациональные браки. Нет. Если бы эти женщины приняли бы иудаизм и перестали быть язычницами, то они бы считались теми же самыми как иудейками. Потому что закон говорит о тех людях, которые принимают иудаизм, становятся частью народа Божьего и они становятся равными с остальными евреями, с коренными жителями. Вот. Поэтому речь здесь идет не про межнациональные браки, а вот межрелигиозные браки. И вот это и это беззаконие. Это действительно беззаконие, потому что это нарушение закона Божьего. Когда об этом услышал Гездра, он сам говорит, что я разодрал на себе одежды и священное облачение, рвал волос на голове и бороде, сделал озабоченный и печальный. Ну вот, кстати, что интересно, закон запрещает рвать на себе священное облачение. То есть, можно было разорвать одежду, хотя священникам это запрещалось, но уж священное облачение невозможно. Здесь автор хочет подчеркнуть, что настолько была велика скорбь Гездры, что он аж разорвал одежды, в которых совершалось богослужение. Разрывал на себе волосы и очень печалился даже до вечерней жертвы. И не ел и не пил, потом постился и начал молиться. Почему такая скорбь? Во-первых, это явное нарушение закона Божьего. Во-вторых, последствия этого греха. Здесь речь идет только о женщинах. Здесь не говорится о еврейских женщинах, которые выходили замуж за язычников. Об этом речи нет. Здесь все-таки только мужчины евреи и женщины язычницы. Почему это плохо? Вот в этих случаях чаще всего это заканчивалось бы тем, что семья была бы наполовину языческой, наполовину иудейской, а в конце концов она бы стала просто бы языческой. Почему? Потому что вера в истинного Бога требует абсолютной нравственности. Она требует аскезы, о которой можем мы говорить даже в Ветхом Завете. А языческая вера она куда более удобная для человека. И она не требует такой нравственности, такой аскезы, такого слежения за собой. Главное в язычестве это верное исполнение религиозных предписаний. То есть принести жертвы, совершить какие-то там действия, а вот как ты живешь, ну это не так важно. Даже если в язычестве есть этика, она не такая строгая, как в священном писании. И поэтому если человек иудей, а жена у него язычница, то могла возникнуть такая ситуация, что вот этот иудей, смотря на веру своей жены, мог постепенно впасть вот в такое искушение и отступить от истинного бога, перестав жить нравственной жизнью, а потом все это могло закончиться просто-напросто впадением в язычество. И поэтому Ездра скорбит, он плачет и вот он молится богу и здесь приводится его молитва. Давайте ее прочитаем. Господи, я стыжусь и смущаюсь при лицом твоем, ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и безумие наше вознеслось до небес. Здесь выше голов наших в греческом тексте там стоит что как волос на голове. Еще от времени отцов наших до сего дня мы находились в великом грехе. Что это за грех? Грех идолопоклонства. Из-за грехи наши и отцов наших мы с братьями нашими, царями нашими, священниками нашим преданы были царям наземным под меч в плен на разграбление с посрамением до сего дня. Здесь говорится о плене и вот то, что евреи будут уведены в другое место, то есть они потеряют свою родную землю, это угроза, которая еще изложена в пяти книжах. Но теперь столь велика оказалась нам милость от тебя, Господи Боже, то, что ты оставила нам корень и имя на месте святыни твоей. Корень, ну, дерево срубили, но остался корень, и из этого корня вырастает новое дерево. Имя на месте святыни твоя имеется в виду храм. И что открыл нам светильник в доме Господа Бога наш, дал нам пропитание во время порабощения нашего. Здесь немножко переставлено событие, светильник, ну, то есть просвещение от дома Господа, то есть знание истинной веры, ну, и пропитание, это имеется в виду вавилонский плен. И когда мы находились порабощения, не были оставлены Господом, Богом нашим, но Он поставил нас в благоволение царей персидских, чтобы они дали нам пропитание, прославили храм Господа Бога нашего, и чтобы воздвигнул был опустошенный Сион, и нам дано было утверждение в Иерусалиме и в Иудеи. То есть евреи вернулись из плена. И не что скажем мы, Господи, имея все сие, мы приступили по велению Твое, которое ты дал рукою рабов Твих пророков, говоря, земля, в которую вы входите, чтобы наследовать ее, осквернена скверными иноплеменной земли, и они наполнены ее нечистотами своими. Значит, здесь он пересказывает то, что сказано в Пятикнижии, почему Бог повелел евреям захватить землю бетованную. Не потому, что евреи были самыми благочестивыми людьми, или там самыми великими, а потому, что те люди, которые жили в Ханаане, творили такие вещи, которые даже с точки зрения других язычников были неприемлемы. И вот Бог повелевает еврейскому народу воевать против Ханаанеев, потому, что они творят всякую нечистоту. И теперь не отдавайте дочерей ваших в замужество, застави их, и дочерей их не берите снова в ваших, и не ищите мира с ними во все время, чтобы укрепиться вам и внушать, вкушать блага сей земли и оставить ее в наследии детям вашим навек. То есть повеление не смешиваться с язычниками, и все, что приключается нам, бывает за злые дела наши и за великие грехи наши. Почему это происходит? Потому, что мы грешим. Самый первый, самый понятный ответ. Ты, Господь, облегчил грехи наши и дал нам такой корень, то есть вот этот остаток Израиля, который размножится и разрастется. Но мы снова обратились к преступлениям закона этого смешениям с нечистотами народов земли. Вот здесь очень важно нечистотами, то есть не сами народы нечисты, нечиста их вера. Если бы эти народы приняли бы иудаизм, то вот этого смешения бы не было, они стали бы просто иудеями. Не прогнилась ли ты на нас так, чтобы погубить нас и не оставить ни корни, ни семени, ни имени нашего. То есть Ездра боится, что после того, как евреи вот так вот стали жить, Бог отступит и еврейский народ просто погибнет. Ты истин, Господи Божий, Израиля, ибо мы остались корнем до сего дня. То есть мы так и не размножились, нас очень-очень мало и нас легко уничтожить. Но вот ныне пред тобою мы в беззаконии наших и в них не для жалобы стоять пред тобою. То есть Ездра кается, он кается за весь народ, он просит, чтобы Господь сохранил. И он молится, он плачет, он упал на землю и видя его молитву, видя его покаяния, к нему собираются мужчины, женщины и дети и они проникаются теми словами, словами молитвы, которые молился Ездра. Я возгласив Ехония, сын Иоиля, и сынов Израиля, Ездра, человек, который решил взять на себя смелость говорить от всего народа. Ездра, мы согрешили пред Господом, мы взяли иноплементную жену из народа земли, и вот теперь здесь весь Израиль да будет совершена наша клятва пред Господом в том, что отвергнуть всех иноплементную жен наших и с детьми их, как рассудилось тебе и всем, которые повинуются закону Господа. Не только развестись с этими иноплеменными женами, но и удалить и детей. Значит, почему такая строгость, такая строгость, чтобы не было никаких даже связей, возможности сохранить язычество. Поэтому такой достаточно строгий развод. Обычно, когда еврей разводил со своей женой, то дети оставались с родителями, с отцом. А здесь и жены удаляются, и дети. Вставь, соверши это, то есть соверши очищение еврейского народа, ибо это дело, и мы с тобой в силу будем сделать это. И вставь, я заклял старших священников и литов всего Израиля поступить посему, и они поклялись. На этом заканчивается девятая глава. Как это будет происходить уже в следующей главе. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok